Ну что, продолжаем Воложик субботний. Что-то меня сгрустнулось под этот снег, а на самом деле он совсем не грустный. Так, идем в улыбку радуги. Смотрите, я уже в такой шапке, помните, мы с вами выбирали, купили. Ну так-то, конечно, тепло, но хотела просто шапку отводить и все. Смотрите. Нормально? Нормально. Сойдем. Так, идем в новый магазинчик, который открылся. Чем-нибудь посмотрим. Вот такая дорожка. Видите, как рядом с домом. Может, вы не понимаете, где мой дом? Сейчас я покажу. Вот там, значит, будет улыбка радуги. А вот за этим синеньким, за этим синеньким мой дом сразу. Так что я гуляю просто по своему райончику. Сейчас мы дойдем. Небо какое пасмурное. Сейчас дойдем, посмотрим. Какой обломчик. Подхожу и написано, что улыбка радуги откроется 30 октября. Они просто сейчас расставляют там ковар. Ну, ладно. Пойдем дальше тогда. А дальше мы пойдем. А вкус вил. Да, вот так обойду все. Потом пятерочку. Жалко. Так. В улыбку радуги мы с вами не попали. Зато нашли такой. Я нашла такой скверик. Я тут с Тёмкой маленьким гуляла. С колясочкой. Хочу поговорить об этом Тёмке. Значит, учится он в обычной школе. Дворовой, да, как называется. Как говорится. Но с углублением, с изучением, углубленным изучением английского языка. Ну, потому что английский язык где-то с трех лет. То я его учила. Потом на платные там для детишек отдавала. Вот. Что в этой школе? Все прекрасно. Ну, видимо, здесь уклон гуманитарный в этой школе. Очень серьезная история, литература. Русский вот появился новый у них учитель. Молодой, 25-летний. Но я так смотрю, хорошо, четко так их учит. Задает четко. И стихи они начали учить. Все. Но так как он мальчик. И хотелось бы, чтобы он поступил на какой-то технический вуз. То нужна хорошая математика. Да, у него в четверти четверка. Ну, это благодаря не ему, а учительнице, которая уже, не знаю, на пенсии. Короче, она работает 40 лет уже в этой школе. Ее не знаю, как держат. Ну, короче, это не учитель математики, так скажем. Она забирает тетрадки где-то по месяцам. Не проверяет их. Держит. Они пишут на листочках. То есть я говорила, Тёма, давай заведем тетрадь. Он говорит, ну что это будет, третий или четвертый? То есть должно быть только две тетрадки. Вот. И получается, что я же вижу, что он мало что понимает. Очень делает всё медленно. Плюс ещё болтает на уроке. Ничего не успевает, ни самостоятельных никаких. Получает двойки. Мы с ним, когда я вижу, делает домашнее задание, да. И мы стараемся, мы стараемся, я стараюсь ему эту тему, например, сначала объяснить. Я объясняю, пока что шестой класс я могу объяснить, да, по-человечески. Но меня скоро не хватит. И вообще, мне кажется, это не дело, что я за учителем должна что-то объяснять. Проверять там домашку и так далее. А это проблема. Мы даже хотели перейти в другую школу. Но, как-то не знаю, столько суматохи, столько... Одна школа хорошая, лицей тоже английский, но очень далеко. Я не готова, я без машины, я не готова его пускать просто одного на транспорте. И начинается там не с девяти, а с полдевятого. То есть это очень нам неудобно. Я подумала, что хорошо, пусть он уставится в этой школе. Всё-таки тут и английский сильный, очень сильный. И гуманитарный русский тоже всё-таки нужен при поступлении для ЕГЭ. Я всё-таки, видите, хоть ему 12 ещё нет, я готовлю уже его к ЕГЭ. Потому что у меня племянник Аленкин сын поступал и поступил сам в политех. У нас есть такой политехнический университет, который в себе объединяет многие университеты теперь. Но он поступил так, как последние три года он занимался с репетиторами по физике, математике и русскому. Потому что я где-то тоже седьмого класса закончил вообще учиться. То есть вплоть до отчисления. Он, кстати, и был в этом английском лицее, куда я хотела перевести Тёму. Ну, ему там ближе, а нам далеко. Поэтому я тоже решила, может быть, онлайн найти репетиторов для успеваемости, да, для шестого класса. То есть, вот так сказать, давайте пройдём первую четверть, чтобы ребёнок понял. Но, то есть это деньги, это опять же, ну как, ну он привыкнет с репетитором, да, то есть он должен всё-таки сам всё как-то, я не знаю, понимать, разбираться. И почему я должна учителя замещать и платить репетитору деньги? Это же не 11-й, не 10-й класс, а только 6-й. То есть эта программа достаточно, ну, лёгкая для объяснения, да, это не высшая математика. Но я этим заниматься не хочу, у меня нету ни время, ни желания. Не знаю, я хотела вот на... начались каникулы, и думаю, на каникулах каждый день оплачу занятия с репетитором онлайн. На авито найду, вот, и попробую, чтобы он за эту неделю прошёл всю программу, да, первой четверти. Потому что он ни процентов не понимает, уравнение ещё как-то понимает, дроби понимает, натуральное вот эти разложения чисел, как бы он понимает. Но вот задачи на логику, то есть он вообще отстранённо, он читает, и он даже не понимает, что записать в дано. Хотя я его, как бы, объясняю, что нужно в задаче дано сначала записать, потом чётко понять, что от нас хотят, вопрос. Вот, а в этих задачах, естественно, много воды, да, чтобы ребёнок всё лишнее убрал, да, и понял суть задачи. Этого у него нет, он это не понимает. Поэтому я вот сейчас вышла, убрала у него все телефоны, все гаджеты и сказала, значит так, вот тебе тема уравнения. Хоть он как бы разбирается, но всё равно там задачи есть какие-то, чтобы преобразовать задачу в уравнение, да, он должен это понять. Я говорю, вот смотришь несколько роликов сам, а ролики чудесные. Вот если кто-то этим, я не знаю, увлекается или проблему в этом, у кого-то есть тоже детки. Ну столько роликов, ну просто я даже смотрю, мне само интересно, как преподают. Ну просто раскладывают всё по полочкам. Очень удобно. И вот я сказала, значит, сам смотришь, понимаешь, что такое линейное уравнение. Вот я уже не понимаю, что такое линейное там. Корень уравнений, я тоже думаю, корень, а, так это и есть как бы решить уравнение, да, ответ. Вот, я сказала, и у нас есть решебники, ну не решебники, а задачники, да, там для пятого, шестого класса. Вот я сказала, выделила тему для уравнения. Говорю, я ухожу на полтора-два часа, а ты всё это изучаешь сам. И записываешь уже тетрадку с решениями, чтобы я это видела, как ты же осуждаешь, как ты мыслишь, да, поняли-то тему. Вот. Вот так, я не знаю. Вот приду, посмотрю. Расскажите, может быть, напишите, как у вас, вот шестой класс, это тоже очень много зависит от преподавателя. Очень много. Ну, нельзя так безалаберно относиться, это же математика. Вот, тем более для мальчика. Вот, посоветуйте, напишите, может, у кого-то что-то, кто-то с этим сталкивался и как-то нашёл решение. Либо репетитора. Ну, это опять деньги. Всё, идём дальше. Продолжаем субботний вложек. Вот, сюда, это кулинария от ресторана. Взяла тёмки на пробу. Юля-кебаб, так как в театр ухожу, поужинает. Киевскую котлетку и штруди. Посмотрим. Ну, вот, была уже в пятёрочке. Всё, купила. Ещё зашла в такую, вы увидели, в пекарню, или я не знаю, там от ресторана. Есть такой ресторан у нас рядом. Вот, так странно называется «Лето». Я бы так ресторан никогда бы не назвала. А так внутри там красиво. Раньше это был ресторан Тепела. Не из дешёвых. Ну, и вот у них там кулинария. Вот кулинария взяла. Не для себя даже, для Тёмы. Уж не знаю, как его порадовать. Потому что из театра я поздно приеду. Где-то в 11. Там два действия будет с антрактом. То есть 3,5 часа. Естественно, нужно ему что-то вкусненькое оставить. Вот. Сейчас приду, разберу все покупки. Посмотрю, что он там сделал. Загружу опять ролик. Видите, у меня этот ролик выйдет. Ну, а про театр, наверное, завтра только. С утра, чтобы вы посмотрели. Вот, потому что не успею я вечером. Да и не надо, наверное. Поздние такие эфиры. Вам спать надо. Или вы, может, где-то гуляете в субботу. В кафе, ресторанах, на дискотеках. Ой, так хочу на дискотеку. Даже кому за. А, ну, как-то у меня Аленка со мной не пойдет никогда на дискотеку. Да, она и постарше меня будет. А так подружек, чтобы пойти со мной. Ой, я бы с удовольствием. Никогда на таких не была дискотеках. Кому за. Я так люблю танцевать. Ой, ну все, давайте подошли к дому уже. Вот он мой домик. Аленка. Аленка. Аленка.